Сколько раз мы в жизни сетывали. Кабы знал, где упал, так соломки подослал. Сколько раз, вспоминая уже произошедшие неприятности, мы осознавали, что, возможно, судьба делала несколько попыток, чтобы предупредить нас. Посылала нам знаки, пытаясь остановить, удержать от неразумного поступка, уберечь от грядущей катастрофы. Этих сигналов, которые к нам идут, их немерено. Мы их постоянно получаем. Но, как правило, мы на них не обращаем внимания. Как правило, мы, так сказать, увлечены своими идеями и ничего не чувствуем. Господь предупреждает человека о чем-то, потому что Господь печется о каждом человеке. Господь имеет попечение о каждой душе христианской. По нашему разумению, по нашему восприятию, дает нам какие-то знаки. Если мы будем внимательно присматриваться к тому, что с нами происходит, прежде всего, к своей душе, то мы будем улавливать эти знаки. Одна из центральных сур священного Курана, обозначена как «Кальбуль Куран», «Сердце Курана». Здесь есть очень интересное такое повествование. Каждый раз, когда к людям приходят знаки, знамения от их Господа, они отворачиваются. Говорят, у стюардессы Надежды Максумовой был роман с командиром корабля Андреем Соломенцевым. Андрей грезил небом с самого раннего детства. Когда трехлетнего Андрюшу спрашивали, кем он хочет работать, он всегда отвечал «Буду летчиком, и все тут». 37-летняя Надежда Максумова, вернувшись после летнего отдыха на Кипре, планировала в корне изменить свою жизнь и навсегда уехать за границу. Женщина мечтала о приобретении квартиры на райском острове, новой работе, ходила вся солнечно и счастливая, и верила, что вот-вот все наладится. Надежда даже начала оформлять документы для переезда. Готовилась уволиться из авиации и даже сообщила о своем решении руководству. Для того, чтобы уехать с любимой на остров ее мечты, Андрей решил переучиваться и освоить управление большими самолетами. Планировал стать пилотом Боинга. Для этого днем и ночью зубрил английский. Сдал экзамен на четвертый уровень знания языка, необходимый для полетов за границу. Надежда и Андрей собирались пожениться на Кипре, мечтали о красивой и особенной свадьбе и погибли вместе. Мама Надежды вспоминает, что перед катастрофой дочь видела вещий сон. Сон о том, как почему-то падает и горит ее самолет. Однако отмахнулась от дурных предчувствий и постаралась не придавать им значения. Есть вещи и сны, как говорится, в которых открываются человеку какие-то тайны, или какие-то даются ему знаки, как он должен изменить, может быть, свою жизнь, что он должен сделать для того, чтобы спасти свою душу. За несколько дней до трагедии Андрей Соломенцев, несмотря на сильную загруженность работой, неожиданно заехал к матери, заскучился. Ни с того ни с сего подарил путевку на отдых в Турцию. Людмила Михайловна, мать Андрея, сильно удивилась. Обычно Андрюша забегал ненадолго и не всегда успевал даже попить чай. А тут долго сидел в гостях и не хотел уходить. Разговаривал, смеялся, вспоминал детство, юность. А на прощание как-то по-особенному, с большим чувством, обнял мать. О страшной аварии Людмила Михайловна узнала из выпуска новостей, когда была уже на отдыхе в Анталии. И только тогда осознала, сын приезжал к ней попрощаться. День 7 сентября 2011 года стал не только черным днем отечественной авиации, но и трагедией российского спорта. В катастрофе погиб весь состав одного из сильнейших российских хоккейных клубов. Хоккеисты Ярославского локомотива летели в Минск, где должны были сыграть с местным «Динамо». Самолет Як-42 не сумел набрать высоту и разбился в двух километрах от аэропорта. Упав с высоты 500 метров после взлета, при ударе о землю, самолет загорелся. На борту Як-42 находилось 45 человек. 43 человека погибли сразу. Рейс локомотива все время откладывали по техническим причинам. Сначала дату вылета перенесли на целые сутки. С 6 на 7 сентября. На следующий день снова задержки рейса. На полчаса, на час. По слухам, за несколько минут до вылета у хоккеистов локомотива произошел небольшой конфликт с наземными службами аэропорта. В конце этого спора кто-то из команды как бы в шутку сказал на прощание. Но все. Мы на вас обиделись. Поэтому уйдем и не вернемся. Самолет разбился в 16 часов 5 минут. После взрыва самолета выжить удалось только хоккеисту Александру Галимову и бортинженеру Александру Сизову. Спустя несколько суток после авиакатастрофы, 12 сентября 2011 года, нападающий Александр Галимов скончался в московской клинике от ожогов, несовместимых с жизнью. Болельщики локомотива говорили, что Галимов всегда последним уходил со льда. Теперь он последним ушел из жизни вслед за своими одноклубниками. Люди не замечают те послания, те знаки, которые Всевышний Сознатель нам посылает. Хотя это тоже знаки. 29-летняя Елена Сарматова, так же как и ее коллега Надежда Максомова, планировала уйти из авиации. И так же не успела. Незадолго до катастрофы Елена вернулась из свадебного путешествия. Все три месяца после свадьбы супруг Елены Евгений уговаривал любимую прекратить полеты, завести детей, зажить спокойной семейной жизнью. Но отчего Елена не прислушалась ко всем просьбам любящего ее человека? Почему мы не верим своей интуиции, не прислушиваемся к ней? Интуиция дает человеку вспомнить будущее. В мириадах вариациях, в миллионах вариациях. А вот проблески этой интуиции, знаки, как бы незначай или значай человек замечает, это называются приметы. То есть, скажем, осколки знаний. Когда произошла трагедия с локомотивом, все сразу вспомнили другую похожую историю, которая также унесла жизни целой команды. Вглядитесь в эти лица на старой кинопленке. Через каких-то полгода многих из этих ребят уже не будет. Пахтакор. Узбекский футбольный клуб из города Ташкент. В советское время один из самых известных клубов не только Узбекистана, но и всего СССР. Очевидцы характеризовали стиль игры Пахтакора как молодой, энергичный, сумелый, хитрентый. Этот трагический день болельщики узбекского футбола не забудут никогда. 11 августа 1979 года ташкентский Пахтакор на самолете Ту-134 вылетал на матч в Минск с пересадкой в Донецке. Навстречу двигался такой же авиалайнер Ту-134 по маршруту Челябинск-Воронеж-Кишинев. Александр Аркадьевич Яновский. Родился 1 ноября 1952 года. Советский футболист, вратарь. В настоящее время российский тренер. Игрок золотого состава Пахтакора. Чудом избежал авиакатастрофы 11 августа 1979 года из-за серьезной травмы. Вот фотография, как Киев, вот эта команда разбилась. Вот Покатилов был, вратарь мой, Михаила, Федоров. Была игрока национальной сборной, были Советского Союза, вот Федоров и Михаила. Футболисты летели на финал Кубка Высшей Лиги чемпионата СССР. Накануне вылета атакующему полузащитнику Пахтакора Владимиру Макарову приснился сон. Он стоит перед зеркалом и видит, как у него выпадают волосы. О плохих снах накануне полета он рассказал жене. Она посчитала это дурным знаком и сильно испугалась. Женщина плакала и умоляла мужа не лететь в Минск. Здесь речь идет о том, что Господь имеет попечение о человеке всю его жизнь. И даже ночью, когда человек спит, то он вразумляет его через сны. И сколько много было таких вещих снов, которые открывали человеку. То, что должно с ним произойти или то, как он должен поступить. Господь вразумляет действительно человека и жизненными ситуациями, и видениями во сне. Поэтому мы должны к этому внимательно присматриваться, но не слишком сильно увлекаться этими толкованиями сновидений. Еще один странный сон приснился второму тренеру Пахтакора Идгаю Тезиддинову. Во сне он увидел своего начальника, чуть меньше месяца назад погибшего в автомобильной аварии. Тот шел навстречу с мечом и сказал Идгаю, что скоро они увидятся. Правдивый сон. То есть порой Всевышний через сон также дает некие знаки, некие послания божественные. Но есть в арабском языке есть понятие хуль, просто сон, а есть руая, понятие правдивый сон. Очень важно различать. Не просто человек спит, и каждый сон, в каждом сне хочет увидеть какое-то божье послание. Нет, безусловно. Эти сны бывают редко, но в то же время они бывают вещи и сны, которые к чему-то человека должны подтолкнуть и о чем-то должны заставить задуматься. Но даже те игроки Пахтакора, кто не видел в ту ночь плохих снов, ощущали необъяснимую тревогу. Жена Мансура Талибженова вспоминала, что за день до вылета муж был очень беспокойный. Все время пытался с ней поговорить, приласкать, обнять. Обычно немногословный, сдержанный, он вдруг начал вспоминать детство. Как учился играть в футбол, как ходил в школу, как юноши помогал родителям. Не спал всю ночь, так и сидел с женой и пересказывал ей свою жизнь. Это был случай из миллиона, а может и миллиарда, когда на одной линии в высоте диспетчера соединили два самолета. Самолеты шли на перерез друг к другу под углом 90 градусов на высоте 8400 метров в облаках. И столкнулись на этой же высоте 8400 метров под углом в 135 градусов. Расшифровка черного ящика показала. По каким-то причинам команда диспетчера до командира авиалайнера с футболистами не дошла. И диспетчер почему-то принял ответ от другого пилота с другого самолета. Последствия столкновения, которое произошло в районе Днепродзержинска, были ужасны. Вдруг на людей стали с неба падать куски тела обломки самолета. Поисковые группы находили их потом в радиусе 37 километров. Помимо футболистов, в воздухе на втором борту было 80 детей. Лучших школьников города Челябинска наградили путевками в Ортек. Дети летели отдохнуть на море. Самолеты столкнулись. Кто первый узнал о катастрофе, это был я. И не знали, кто погиб, кто вылетел, кто не вылетел. Первый вопрос, например, этого руководителя было, полетел ли с командой Михаила. Для всей страны это был шок. Плакали десятки тысяч взрослых мужчин, которые не скрывали своих слез. Так горюют по самым близким людям. Блестящая, талантливая, искрометная команда, в которой были звезды советского футбола. Федоров, Анн. Молодые ребята. Чьи-то дети, мужья, отцы. Тренера команда Олега Базилевича спасла счастливая случайность. Жена с ребенком отдыхали в Сочи. Не виделись давно. И Базилевич решил сначала заехать к ним, а уж потом на игру. Надо было отпроситься в Ташкенте у начальника спорткомитета Ибрагимова. Тот удерживать не стал. Олег, 40 дней без семьи. Конечно, поезжай в Сочи. У Михаила Анна вот-вот должен был родиться второй ребенок. Но самое поразительное другое. Миша на момент вылета злополучного рейса был, как и оставшийся в живых Саша Яновский, сильно травмирован. Только что прошла операция на колени. Михаила Анна. Ну, это игрок национальный, звезда узбекского футбола был. И он не должен был лететь в эту поездку, потому что с такой травмой ему надо было лечиться. Ну, что все, что происходит с человеком, даже самые обычные, казалось бы, может быть, не такие значительные события, это ему указания. Врачи запретили Михаилу Анну лететь на игру и даже тренироваться, пока организм полностью не восстановится. Но друзья по команде буквально уговорили Мишу сесть в самолет. Он пришел их проводить, а его уломали слетать за компанию. Буквально занесли на руках полетному трапу. Никогда не отталкивай более трех раз то, что приходит, и не удерживай то, что хочет уйти, утверждают многие философы-эзотерики. Не нарушая естественного хода событий, прикладывая для этого мощные усилия воли. Ничего хорошего все равно не получится. Природа сильнее всех правил, установленных людьми. Хроника событий до вылета поразительна. Сначала рейс отложили на час, потом еще на час. Вызвали механиков, устранили неполадки. Потом еще одна неприятность. Оказалась какая-то накладка с горючим. Вселенная как бы трижды пыталась предупредить футболистов, пыталась оставить ребят дома. Все в этом мире не случайно. И даже когда осенний лист, сорванный ветром, его ветер влечет по земле, и он совершает, казалось бы, с нашей точки зрения непредсказуемые движения, переворачиваясь в воздухе, каждое такое движение, оно на самом деле предусмотрено творцом. То есть оно происходит не случайно. Для нас мир воспринимается как случайный, но для Всевышнего все, что в нем происходит, происходит закономерно в соответствии с его волей. В детстве цыганка нагадала Михаилу Анну смерть в воздухе. Поэтому в самолет он всегда садился с большой неохотой. Всякий раз перед взлетом закрывал глаза и потуже затягивал ремень безопасности. Чтобы отвлечь его от дурных мыслей во время полета, товарищи всегда играли с ним в карты. В аэропорту Михаил Анн несколько раз порывался попрощаться с ребятами и вернуться домой. Но судьба распорядилась по-другому. Можно сказать, предсказания цыганки – это как голос Вселенной или нет, или голос отдельного представителя Вселенной. Некоторые верят в эти предсказания, некоторые – нет. Я в своей жизни единственный раз мне гадала о цыганке. Кое-что из того, что она сказала, сбывалось. И иногда хорошее, иногда не очень хорошее. И после этого я понял, что лучше с цыганами дело не иметь. Эти предсказания в чем-то даже опасны. Историю Ярославского локомотива с историей ташкентского пахтакора, помимо факта роковой задержки рейса, роднит еще несколько деталей. Оба самолета летели в Минск. Оставшиеся в живых игроки второго состава вспоминают, что за полгода до трагедии в случае с пахтакором и три месяца до трагедии в случае с локомотивом, и та, и другая команды во время очередного перелета на спортивное соревнование попадали в воздухе в пограничную ситуацию. И только теперь становится ясно, что случившиеся неприятности были в каком-то смысле генеральными репетициями последующих трагедий. Если мы избежали какой-то катастрофы, если мы в ней не оказались, значит, наш срок не закончился. Значит, нам еще суждено жить. И этот срок, когда он закончится, опять же, ведомо только ему. Так насколько судьба человека зависит от него самого или предопределена свыше? Господь дает человеку свободу с самого начала. Человек волен поступить, выбрав одно или другое. И уж он тогда несет ответственность за последствия своих поступков. А Господь всегда человеку желает только добра. Но человек создан свободным, поэтому он может обращаться к Богу. Если Господь видит его обращение, слышит его, то он и выходит с ним на связь. Николай Бердяев, который был глубоко верующим человеком, считал, что жизнь человека, его судьба, его жизненный путь – это сотворчество с Богом. Все религии мира сходятся в одном – Бог, провидение, судьба. В равной степени заботятся обо всех своих детях. Но люди сами не видят и не могут понять, в чем именно заключается эта высшая помощь, эта любовь и забота. Всевышний не только посылает нам чудеса и знамения, которые выходят за рамки наших представлений о природе. Всевышний иногда действует более тонко и тактично. Он посылает чудеса, которые еще надо разглядеть. Есть такое высказывание еврейской традиции, что бывает, что человек, которому послано чудо, не понимает, что это на самом деле было чудо и спасение. И это понимание приходит позже, а иногда вообще не приходит. Россия – удивительная страна. Наверное, первая и пока единственная страна в мире, где люди поставили памятник знаку судьбы – счастливой случайности, определившей развитие всей русской культуры в целом. Кушкин верил приметам. В его библиотеке, которая состояла из самых разных книг, были книги по русским суевериям. И одна из таких книг называлась «Обивега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шаманства и прочих». Современники поэта с плохо скрываемым недоумением вспоминали. Многим в высшем обществе кажется очень странным, что Пушкин при всем своем дворянском происхождении и развитии, при всем своем уме и таланте придавал такое значение приметам, предсказаниям или знаком судьбы. И тем не менее, именно эта наивная вера однажды спасла Пушкину жизнь. Это известный такой эпизод, что ему дорогу перебежал Зайц. Увидев Зайца, перебежавшего дорогу, Пушкин развернул свои сани и вернулся домой. «На букву Д в этом словаре слово «дорога». Дорога. В понедельник выезжать в дорогу не должно. Уверяют, что оное благополучно быть не может. Также добра не предвещает, когда перебежит через дорогу Зайц или другое животное. По одной версии это был один Зайц, по другой версии их было даже три. То есть неоднократно перебегали Пушкину дорогу, что еще больше убеждало его в том, что этот путь предпринимать не нужно. Сейчас для нас, жителей 21 века, эта история кажется весьма забавной или даже анекдотичной. Особенно если вспомнить, что в 19 веке и дороги в России были другие, и лесов повсюду намного больше. Из Зайцев в те времена была тьма тьмущая. Но именно эти Зайцы, эти знаки судьбы, тогда каким-то божьим чудом остановили Пушкина. Отвратили его от дороговой поездки в Санкт-Петербург и не дали поэту принять участие в восстании декабристов. Сам Пушкин признавался, что если бы он оказался в Петербурге, то не исключено, что оказался бы 13 декабря 1825 года на квартире Урулеева. И, видимо, присутствовал бы на вот этом заключительном совещании декабристов и вышел бы с ними на Сенатскую площадь. Как известно, итог восстания декабристов был печален. Главные пять зачинщиков заговора были повешены. Все остальные сосланы на пожизненную каторгу в Сибирь. И вот это сомнение Пушкина, ехать ему или не ехать, решил Заяц, то я считаю, что мы должны быть благодарны Зайцу за то, что он сохранил Пушкина еще на много лет. Он был человеком очень впечатлительным и верил в различные приметы. И он не поехал туда, это спасло ему жизнь и не сломало его судьбу. Александр Брызгалов давно работает на телевидении. Однажды во время ответственной съемки оператор обратился к нему с просьбой поправить большое тяжелое стекло. Я пошел поправлять стекло, я поправляю, но где-то был на этом уровне, поправляю его, поворачиваю к нему и говорю, ну что, нормально? И почему-то руки вывернули вот так. И тут я понимаю, что это стекло сверху падает на меня и попадает мне прямо в руку. У меня просто дикая боль. Я не понимаю, что происходит. Я думаю, все, у меня уже руки там нет, наверное. Однако Александра спасла чудесная случайность. Безо всякого торжественного повода, ровно за день до этого происшествия, любимая девушка сделала Саше подарок. Буквально за день до этой командировки мне моя девушка дарит вот эти вот часы. Я никогда в своей жизни не носил часы, для меня это было чудо, неудобно носить было. Но чтобы ее не огорчать и сделать себе приятное, я взял их с собой, одел и начал носить. Именно часы любимой и уберегли Александра от страшной травмы. Стекло я поймал. Смотрю вниз, понимаешь, у меня нет часов на руке. Как оказалось потом, стекло вот этим острым углом вошло мне ровно в ремешок часов металлический и разрубило его напополам. Как бы я считаю, что это как бы какой-то знак о том, что, ну, она как-то чувствовала это. И я теперь эти часы не снимаю себя, ношу, и я себя без них чувствую очень некомфортно. Андрей учился в театральном училище и возвращался вместе с двумя однокурсницами после перерыва на занятия. Была ранняя весна. Только-только начинал таять снег. Из крыши еще свисали огромные сосульки. Шли, разговаривали вот так вот. И вдруг я чувствую, что меня кто-то дернул за штанину. Удивленный Андрей оглянулся. Позади него в этот момент никого не было. Я остановился и увидел, что у меня шнурок развязан. Я присел, чтобы завязать шнурок, и как раз вот в этот момент, вот на это самое место, где я шел, упала огромная глыба льда и разбилась. То есть, если бы я продолжил бы это движение, не остановился, она бы попала бы мне четко в голову и пробила бы мне голову. Я посмотрел наверх, там откололась огромная сосулька. Девушки были в шоке. На заре своей юности я работал в Зинограде в гараже. И пришло плановое обслуживание аккумулятора. Аккумулятор поставили на зарядку, не снимая с машины. Через два часа Игорь подошел к машине. Решил посмотреть состояние аккумулятора, наклонился под капот, капот был поднят и с удивлением обнаружил, что аккумуляторные крышки почему-то не сняты. И в тот же момент я услышал какой-то дикий-дикий виск, закликали в мое имя. Стало страшно, я подскочил и ударился головой о капот, значит, стал тут же падать назад и эффективно руки придел к лицу. Тут же раздался хлопок и по рукам потекло что-то горячее, взорвался аккумулятор и была соляная кислота. Хорошо, что ребята рядом оказались, то есть они тут же бросили горсть калактической соды в лицо и снули мне головой в бочку противопожарной с водой. Таким образом получается, что ребята спасли мне глаза. Так каким-то чудом все обошлось благополучно. Но самое непостижимое в этой истории другое. Когда Игорь несколько раз пытался понять, кто так неожиданно позвал его, а кликнул по имени. В момент взрыва аккумулятора он так и не смог этого сделать. На территории горожанья было никаких женщин, ни других людей с таким высоким и пронзительным тембром голоса. Они спасли зрение. Но когда их потом спрашивал, кто кричал, никто не сознавался. То есть сказали, да это что, никто тебя и не видел, что ты там делал. Мы увидели, как только ты падаешь. Что это было, знаки судьбы или что-то другое, я не могу сказать. Как ни странно это слышать в век космоса и ядерной физики, но навыки слушать себя, доверять себе, быть здесь и сейчас, делать правильное. И главное, своевременные выводы из своих ощущений очень важны. Вера в знаки судьбы, приметы, сновидения и предсказания действительно продлевает жизнь, считают исследователи из Лондонского университета. Ученые проанализировали ответы 5,5 тысяч человек и выяснили, что среди тех, кто дожил до 80 лет, суверных людей 93%. А из тех немногих, кто перешагнул 90-летний рубеж, верят в судьбоносные подсказки Вселенной 97%. Таким образом оказалось, что люди, прислушивающиеся к собственной интуиции, считающие, что случайности не бывает, и любая случайность, это язык Бога, живут дольше. Поздно вечером, ближе к полуночи, подруга подвезла меня до дома. Столек здесь около подъезда разговаривали, я ей говорю, может оставайся у меня уже, ну что, уже поздно, вроде разговор складывался, а на нет ни в какую мне нужно ехать домой. То есть я говорю, давай оставайся, ну хорош, уже и поздно, и все, давай уже, утром отсюда поедешь. Нет, там мне нужно что-то взять, там, для работы какие-то бумаги, в общем, ни в какую. Вот предчувствие какое-то мучает на сердце, что-то вот на душе нехорошее, хотя уже ничего не предвещало беды, уже было поздно, в принципе, дойти до дома и уже лечь спать. Провожаю ее до машины, пока она сидит, прогревает, вижу проколотое колесо. Он говорит, смотри, колесо проколотое. Уже поздно, не хочется возиться, говорю, давай уже ночь, давай останемся, утром я тебе все помогу, поменяем, нет ни в какую. Ну все, пока запаску, там пока меняли колесо, пока, то есть все. Она уже садится, собственно, в машину, клинит дверь. То есть не можем открыть дверь, то есть дверь еще проковырялись минут 15-20. В итоге все равно, все, она нет ни в какую, села, поехала. Вот, конечно, постоял ее, прям вслед ей посмотрел, потому что что-то, конечно, сердце щемило немного. Но в итоге мне через буквально там 15-20 минут раздается телефонный звонок, смотрю с ее номера. Вот это мужчина, представляете, сотрудник скорой помощи, говорит, что машина сильно разбита, и девушка госпитализирована, последний вот номер телефона, этот, ну, ваш. Я приехал на место аварии, увидел машину, конечно, треш, она улетела на газон, ударилась в столб. Три знака судьбы было, то, что не надо было ей уезжать, то, что нужно было остаться. В моем лице первый раз был знак, второй знак был в виде проколотого колеса, третий раз уже в виде заклинившей двери, то есть в итоге переклинило ее. Есть такая теория, что какие-то сигналы, которые нас там предупреждают о чем-то, да, или направляют нас куда-то, они приходят к нам сначала очень слабо. Если человек сумел это уловить, понять и отреагировать, то все будет нормально, дальше все будет хорошо. Если он не понял намека, ему будет следующий какой-то знак, достаточно серьезный, да, с большей интенсивностью, скажем так. Если он и в этот раз не отреагировал, не понял, значит, еще будет какой-то сигнал. То есть так или иначе вот это вот окружающее, живой нас мир, он так или иначе до нас все равно донесет ту информацию, которую он хочет, да, чтобы мы поняли, чтобы мы восприняли, чтобы мы как-то на нее определенным образом отреагировали. Это можно сравнить с тем устройством, которое устанавливают на западе на дорогах. Когда водитель сворачивает на обочину, его начинают трясти. Автомобиль подает какие-то сигналы о том, что не все в порядке. И водитель, если он загремал, просыпается, или если он съехал не туда, он возвращается на дорогу. Вот так и судьба помогает нам определить болезнями или какими-то повторяющимися неудачами о том, что мы свернули со своего правильного пути. В нашем мозгу мы имеем разные уровни его исторического развития. И одна из древних систем – это лимбическая так называемая система. И вот эта система – это то, что к нам пришло от животных. Ведь все животные, они живут, ну, особенно это относится к животным травоядным. Они живут в состоянии постоянного внимания. То есть им надо постоянно как бы ухом шевелить и смотреть, где там лев броет, где там тигр. Они должны быть постоянно на чеку, и вот это вот мельчайшее там движение ветра, запах, который приносится как-то, полет птиц, которые вдруг начинают почему-то кружить, они на все это должны реагировать. Вот это называется интуиция. То есть реакция на какие-то очень мелкие подсознательные факторы окружающей нас среды. Доктор технических наук, профессор кафедры проектирования компьютерных систем Санкт-Петербургского государственного института точной механики и оптики, директор Международного института биологических систем. Автор более 70 научных публикаций, в том числе 12 патентов и 4 книг, переведенных на разные языки. Если я не прислушивался к своей интуиции, то я бы давно здесь не сидел. Потому что я занимался спортивным альпинизмом. И вот находясь в горах, без интуиции выжить в серьезных вещах невозможно. Когда идешь по сложному леднику, там не включая интуицию пройти практически невозможно. Там будешь плутать днями. Включаешь интуицию, выходишь и сразу достаточно быстро все это пересекаешь. Подходишь к какому-нибудь сложному склону, надо сначала его оценить интуитивно. Почувствовать, насколько он опасен или безопасен. Если прочувствовал, если ты понял, тогда ты можешь спокойнее пойти. У меня таких случаев было масса. То есть мы идем, поднимаемся на вершину, начинаем спуск. В какой-то момент вдруг у меня возникает сильное желание сесть и посидеть. Вот сели. Сидим, наслаждаемся природой, смотрим вокруг. Вдруг страшный грохот по тому кулуару, где мы должны спускаться, несет соловину. Вот и все, сметает. Уже после Эйнштейна физики начали рассматривать другие уровни реальности и пришли к пониманию того, что человек – это связующее звено между миром материальным и информационным, которым насыщена Вселенная. Наши мысли действительно материальны, и с нашей мыслью мы можем действительно влиять на окружающее пространство. Потоки энергии, а на самом деле это электронные, электронно-возбуждённые состояния, которые существуют в нашем организме, мы их вытаскиваем, визуализируем и в компьютере получаем некую информацию. Профессор Коротков широко известен в мире своими работами по исследованию энергоинформационного состояния человека. Разработанный метод «Газоразрядная визуализация» позволяет в реальном времени наблюдать энергетическое поле человека, или ауру, и её реакции на разнообразные воздействия. Мы меряем людей в концертном зале, то есть во время оперного, скажем, представления. Мы меряем людей во время концерта, рок-концерта, например. Меряем людей во время футбольного матча. То есть при позитивных эмоциях это положительная реакция, при негативных это резко отрицательная реакция. Из научных экспериментов и открытий доктора Короткова следуют очень интересные и парадоксальные выводы. Мысль человеческая является энергией, которая может воздействовать на весь окружающий мир. В соответствии с законом сохранения энергии мысль неуничтожима. Человечество постоянно мыслит, внося свой вклад в энергетику Земли. А это означает, что каждый человек должен осознать высокую ответственность за качество своих мыслей. По воспоминаниям людей, переживших взрыв автобуса во Владикавказе, казалось, ничто не предвещает трагедии. Ну, просто так у меня какое-то предчувствие, я сам не знаю, просто не хотел. Я даже с супругом говорю, что-то я не хочу на работу. Ну, пришлось ехать. Рейсовый карус спокойно въехал на смотровую площадку на разделительном КПП административной границы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Водители остановили автобус на посту для обычной проверки документов. Вышли из салона. Каждый водитель должен, когда выйти там что-то лишнее, время, даже секунд есть, он должен машину провести глазом, как говорится, чтобы посмотреть, может, все-таки железо, может, что-то не на месте, может, что-то не так, но все было на месте. Напарник начал трогаться. И как только стали отъезжать, ну, только по инерции тронулись. И в этот момент взрыв произошел. Одна из пассажирок автобуса хорошо запомнила, как буквально за несколько секунд до взрыва второй водитель почему-то очень долго, слишком долго смотрел двигатель. Потом тягостно вздохнул. Нехорошее предчувствие. Все религии об этом говорят, все божественные послания об этом говорят, то, что эти знаки, эти знамения, они от нашего Господа. Но так как вот эта связь между человеком и Господом утрачена, человек перестает обращать внимание на эти знаки. Если даже замечает, люди зачастую отворачиваются, не придают им должного значения. Хотя все эти знаки, все эти знамения, они нас должны к чему-то подталкивать. Что-то в нашей жизни изменять. Заставлять нас смотреть на происходящее вокруг немножко по-другому. Не успел автобус двинуться, рвануло так, что пассажиры сразу не сообразили, что случилось. Людей сильно оглушило, контузило. Засыпало осколками разлетевшихся в древеские стекла. Взрыв произошел около 18 часов вечера по московскому времени. Экспертиза показала. Заработало самодельное взрывное устройство мощностью 350 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибли 5 человек, 14 человек ранены. Поразительно, как иногда знаки судьбы могут не просто намекать, но и вынуждать человека сделать нечто. Рассказывает Евгения Юрьевна Поплавская. Актриса, общественный деятель, председатель общества милосердия и социальной защиты. Мы с мужем собирались в Питер ехать к сестре. Ну и уже все, собрались, пошли к дверям. Вдруг какое-то странное очень бульканье. Знак такой был очень неприятный. Заходим в ванну, а там, значит, поднимается вот все из туалета, а не сообщающиеся сосуды, значит, в ванну. Потом из ванны в туалет. Это ужас. Потом начинает все это выливаться, значит, там на пол. Мы, конечно, в ужасе. Понимая, что в квартире прорвало канализацию, еще немного зальет собственную, только что отремонтированную квартиру и этажи ниже, Евгения Юрьевна и ее супруг пытаются ликвидировать аварию, заткнуть протечку с помощью каких-то тряпок и перекрыть трубы. Наконец оно там булькает, что-то булькает, булькает, уходит. Уходит, мы, значит, еще какое-то время прислушаемся, вроде все в порядке, раз, все помыли. Убрали все, идем опять к дверям, одеваемся. Опять бульканье. Опять, значит, возвращаемся, все опять по новой. Вот этот ужас, вот эти фекалии, вот эта вода. С вантузом, конечно, мечется делаешь. Какие-то манипуляции странные. Только Евгении Юрьевне удается перекрыть одну трубу, как протечка начинает хлестать со всей силы из другой. Короче, не получилось, это было трижды. Ну, мы не поехали уже все-таки, мы просто опоздали на поезд. К вечеру звонит в полной истерике моя сестра, говорит, что случилось, вы где, вы что попали в эту ситуацию, в эту историю, в какую историю. Позже выяснилось, что поезд в Санкт-Петербург, на который Евгения Юрьевна купила билеты, был печально знаменитым поездом «Невский экспресс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова